приветствую вас друзья в этом видео которое мы сняли немногим ранее мы отправились небольшое путешествие по одному из туристических маршрутов на гору Матирово что буквально означает плачущие здесь горы подпирают облака и в любой момент может начаться дождь по пути следования будет множеством прекрасных видов пейзажей колоритных мест и оригинальных строений также вы сможете наблюдать неторопливый сельский пыр отличный от городской суефы дорога от Батуми занимает около полутора часа по-хорошему асфальт ближе к концу она становится однополосной и извилистой и приходится осторожничать и разъезжаться со встречным транспортом не бойтесь проехать и не заметить нужное вам место просто нужно ехать до конца там как кончится асфальт еще не много и будет ли вот им дом это не сидится подумает наш зритель ведь так оно и есть на водопад и на озеро там сюда здравствуйте вот так тут можно покушать привет песик мы пойдем дальше спасибо сейчас пойдем по мостику прогуляемся это уже весело ребята мостик качается классно слышите видите как можно спускаться канатная дорога здесь можно ее взять люди купаются прямо сразу здесь горные речки идти по мостику очень весело он качается но не страшно скорее весело когда вы переходите через этот мостик нужно идти налево потому что именно в этом месте тут нет никакого указателя просто вам нужно запомнить поворачиваем налево и идем по тропинке люди добрые опять же подсказали спасибо им тимон пойдем там озеро будет мы искупаемся в озере тимку немножко укачала в машине ехали мы так долговато потому что дороги вы уже видели какие они извилистые узенькие стоило это 30 лари хотя изначально яндекс такси показывал 18 там чем-то 19 в итоге так как мы ехали долго наверное не знаю почему может неправильно точку указали в общем стоило это 30 лари до сюда ехать имейте ввиду здесь интернет пропадает заказать такси отсюда будет проблематично да можно если только позвонить связь от gsl работает без связи мы в принципе не остались водитель зураб любезно согласился нас подождать сказал что подышит воздухом вас по насло будет наслаждаться природой так что мы пойдем погуляем часика два наверно три будет эта прогулка минимум и он обещал нас дождаться мы обменялись телефонами идем дальше посмотрите какая тучка в гора и ветерок приподнялся в любой момент может начаться дождь очень было бы неплохо взять с собой какие-нибудь средства защиты мы взяли правда один плащ один зонтик если промокнем то уже промокнем что делать здесь за год выпадает большое большое количество осадков поэтому дождь здесь действительно не редкость вы уже могли оценить да по каким дорожкам придется идти такие торопинки достаточно широкие но обувь нужно одевать соответствующие то либо кроссовочки либо ну какая-то удобная спортивная обувь у меня вот такая вот но на ремешка достаточно крепкая поэтому я надеюсь что будет все нормально ребята я влюбился я буду вкусно пахнуть и вообще в целом богат вот они мины кругом мины привет кого здесь ждешь вас скажи жду вы принесли мне скажи плюшки вкусные ты сидишь на тропе и ждешь плюшки плюшки однако это очень хитрый ход очень часто срабатывает есть у нас плюшки плюшки у нас нет есть ключи хлебушка они не едят вам хлеб мы сколько раз давали они хлеб не едят а сосисок и мясо у нас с собой нет пускай ждет другого туриста встречаются такие вот информационные таблички рассказывающие о местных я так понимаю растениях вот данном случае орех вот он вот они орешки такие красавцы вот они вот орешек информация на грузинском я так понимаю на английском ты уже здесь да молодец хитрый пес пошли с нами в городе было достаточно жарко уже а здесь ну я бы сказал хорошо прохладненько даже поэтому от жары здесь прятаться самое то ну и конечно тем кто любит походы с рюкзачком прогуляться просто красота мы нашли подвесной мост спешим извиниться за ложную информацию это веревочный парк вот смотрите называется он zip line протяженностью 50 метров вот можно здесь ходить лазить там снаряжение скорее всего должен быть какой-то инструктор человек объясняющий ситуацию но сейчас пока его нет возможно его нужно было заказывать там откуда мы стартовали вот такой вот есть перевал по камешкам давай котинка пошел аккуратно аккуратно как я люблю эти приключения ребята а сколько я потратил времени в этом городе жизни а эх петербург что ты со мной сделал пойдемте дальше налево озеро прямо водопад спасибо вот указатели озеро налево waterfall направо это водопад куда мы идем куда мы идем мы сначала идем направо а как стемнеет пойдем налево понимаете тема давай 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 найди в себе силы ты же понимаешь это огромная ответственность на тебя смотрят люди они хотят чтобы ты делал вот им помахал молодец пойдем смотрите какой подъем не могу сказать вам точно в процентах достаточно крутой подъем хотя чё не могу скажу если ошибусь то ненамного процентов 45 точно 45 50 процентов от горизонтали и идти так полтора километра наверное вот поэтому возможно возможно пожилым людям будет тяжеловато но если аккуратненько тихонечко не торопясь вот тут кстати есть такого рода ступеньки облегчающие подъем если задаться целью ради спортивного интереса подняться можно и нужно например я я хочу немножечко скинуть свою выросшую хинкальку устал а ты тоже да сразу скажу подъем не из легких особенно идешь когда у тебя за спиной провиант но потом то он меня точно порадует а сейчас потихонечку продолжаем главное ровненько дышать тут кто-то пилит естественно как без этого ну вот посмотрите небо подпирается горами офигеть идем дальше даже если просто идти не спешить то это уже будет хорошая кардио тренировка сердечко тренируем идем в гору потеем вот так вот надеюсь подъем будет стоящий на покорение Эльбруса я не пойду скажите пожалуйста кто это придумал кто это кто придумал это Петя какой Петя Тимка уже еле идет Тима самый тренированный набирайся сил давай иди ты на батуте каждый день бегаешь по пятьсот раз ты должен быть самый сильный среди нас давай не подкачай пошли пойдем пойдем это все ольгутцы это она всегда придумывает такие маршруты но читается каких-то первопроходцев и давай пойдем пойдем вот так всегда она что-нибудь придумает а я потом расхлебаю веселая семья идем с последних сил на самом деле если без ребенка конечно проще но это не про нас этот путь мы идем вместе до самого конца да сын вот осталось 350 метров здесь можно посидеть но скамейка уже видавшая виды и жизнь и много пятых точек пойдем Тимка дальше дальше смотри вниз смотри дальше вниз хорошо пойдем пойдем обычно в горы я его раньше носил на себе но это было раньше он был полегче а сейчас у меня еще и рюкзак за спиной даже не знаю как быть путин кто-то сказал про треш короче никто не пишет правду да только мы на самом деле тут пойдешь и минус 2 килограмма сразу я уже слышу в водопад дорожка к озеру 25 минут занимает интересно наверно она получше а пошли пошли очень красивый ну а теперь такой спуск и пойдешь с нами давай тимка с каждым вызовом ты становишься сильнее давай нужно учиться преодолевать любые препятствия преодолеваем препятствия идем к своей мечте давай вперед ребята дорогие зрители я надеюсь вы сами оцените протяженность этого пути и его препятствие вон она что если б тимка знал заранее да потому что на море ближе и интереснее вот и водопад сразу такой прохладный воздух стоять у самого водопада это вообще очень освежающее это прям как кондиционер природного характера а еще можно туда спуститься вниз и помочить ножки умыть лицо сейчас попробуем это сделать как вода холодная вода холодная ну мы и так могли догадаться по традиции мы возьмем интервью давайте альгуся вы дошли до самого водопада что вы чувствуете водопад очень красивый вода чистая войти в нее можно достаточно для того чтобы немножко охладиться но она холоднее конечно же да конечно она холодная вот взбодрилась взбодритесь подойти близко не удастся тут скользко что касается пожилых людей с ревматизмом сюда стоит идти нет ну потому что будет трудно да как минимум будет трудно подъем серьезный очень более километра идти в гору правильно больше километра километра 200 по очень-очень крутому складу вверх потом немножко вниз и опять вверх но мы нашли дорожку которая прямо отсюда с развилки идет к озеру да да мы ее сейчас проверим и пойдем туда по ней Тимка ну будешь тут выходить пойдешь мы с Тимкой купаться в водопаде официально отказываемся пойдем на озеро Молодец конечно дальше будут кадры которые youtube не пропускает так что извините я по-любому знаю что это холодно поэтому я наверное не рискну не то чтобы я боюсь холода просто вот уже охладился уже прекрасно себя чувствую поэтому не пойду тут можно наверняка набрать водички это да вот это нужно сделать отдохнув охолодившись на водопаде и набравшись природных сил природной энергетики мы продолжаем идем на озеро вот с этой развилки указывает дорожка ведущая к озеру чтобы не подниматься снова вверх и не спускаться по крутому спуску мы попробуем пойти по этой дорожке и очень надеемся что она нас приведет именно туда куда мы хотим а хотим мы к озеру написано было лейк значит будет лейк абсолютно пойдем тим спускаться же легче нет не легче тимка говорит что даже спускаться не легче пойдем пойдем дружище больше оптимизма мне залетел комар в горло до этого я был вегетарианцем все развязал я просто обязан вам показать это смотрите я не знаю конечно может это только на меня такое впечатление производит но это просто красотище лес горы облака на горах красота-то какая птицы любота как же этого не хватало последние 10 лет городской жизни вот есть такие самодельные перила самодельные лестницы из глины и палок можно было конечно подобрать и другие слова но мы не будем так вот очередной указатель который говорит нам о том что мы на правильном пути значит нам сюда небольшая информация в общем если подъем это больше нагрузка на мышцы на мышцы ног например то спуск это больше нагрузка на коленке например что ребята вы должны это понимать конечно для молодых это вообще будет незаметно а для людей оживших накопивших себе болячек это все сразу проявится может не сразу но проявится надо же здесь даже поставили туалетик хотя может быть это домик лесного человека я буйный страшный господин ауш не будем беспокоить его нормальный ребенок давно бы заикой стал а это ха 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 хе хи так вот это вот место для пикника Вот здесь вот можно посидеть и покушать Вот информационная табличка Здесь водится дикий форель А вот, видимо, место, где можно купаться Привет! Подписывайтесь на В Добрый Путь Вот такой вот водоем Это не озеро, конечно Хотя, может, называется Маленькое Горное Озеро Конечно, я вижу, что это река Может быть, озеро где-то в другом месте Но здесь достаточно для того, чтобы покупаться А вот маленькие лягушата Их здесь очень много Водичка Водичка прохладная Так что я не знаю, кто полезет сюда Это точно озеро? Озеро? Я тоже перепутала Думала, что они думают, что это водопад А это... Это и есть озеро? Это озеро С лягушатами Вот, лягушата там плавают Еще в состоянии головастиков Ну, раз это озеро, тогда что? Пойдем купаться? Да Симка, пойдешь купаться? А потом покушаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Водичка хорошая, она очень такая бодрящая У нас в Псковской области, откуда я родом Есть родник Там специально сделанная купель Так там вода холоднее Там вода градусов 5, причем в любое время года 4, 5, 6 градусов примерно в таких пределах вода Здесь вода теплее, я могу вам сказать точно Но она все равно остается бодрой Если быстро нырнуть, проплыть, она освежает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойду еще разок иступнуть Сегодня нам очень повезло, и мы сегодня здесь одни Наедине с природой, только мы, наша семья Ну и, конечно, наш спутник на сегодняшний день, вот та собачка Песик увязался за нами, ходит нас сопровождать Потому что знает, что после купания обычно пикник И, собственно, к чему мы и переходим Наш легкий педнячок закончился Мы собираемся обратно Надеемся, Зураб наш взлет Сейчас мы уже не одни Пришли люди Будут купаться Когда летом будет жара Где-то вторая половина июля Август будет очень жарко в Батуми Сюда можно приехать и отдохнуть от жары Потому что в речке, в этой воде, как раз будет хорошая Сейчас она такая бодрящая А, скорее всего, в жару она чуть-чуть, конечно, станет теплее Но при этом она также будет оставаться бодрящей и хорошей Все, собираемся Смотри, сколько много орехов, а? Ой, сколько орехов Ой, это же все орехи будущие Ай-яй-яй В общем, так, быстренько сейчас резюмирую Дошли до водопадика Набрали водички Пришли к горному озеру Которое, на мой взгляд, является речкой Искупались Искупались Переоделся в чистую сухую рубашку Иду хорошо А еще у нас был пикник Тем более хорошо И вот сейчас мы вернулись на ту самую развилку Откуда мы пошли Вот туда, да? Вот столб Вот эти скамеечки Мы пошли туда Лучше всего я рекомендую сразу Идти в сторону озера И там будет та развилка С которой мы пошли на озеро Там же вы сможете повернуть на водопад По ощущениям это будет проще идти Чем нежели подниматься в эту сторону Направо к водопаду Потому что там больше уклон вверх Теперь вы знаете Начали мы свою прогулку Около двух часов Сейчас уже половина пятого Надо закругляться Очень надеюсь, что Зураб нас ждет В прошлый раз мы пришли вот оттуда А сейчас хотим попробовать пойти вот сюда Потому что здесь интересная канатная дорога Которую ты крутишь сам Пойдемте, проверим И как же мы сюда поедем? Тут же нет ничего Походу переправа работает только если с той стороны едешь Кажется, мы ошиблись Что будем делать? Все, другая дорога Тим, мы здесь не сможем перебраться А вон какой-то идет мужчина Может нам тебе поможет Тим, ты рад за нами еду Здрасте, спасибо Садись Ты на такой штуке еще не катался Вот это да! Классная штука Давай, выходи Спасибо вам большое Пойдем, пойдем, пойдем Ой, смотри, какие здесь тоже красивые И водопадики Рукотворный водопад Можно начать свое восхождение отсюда Кафе Багир Мы немножко потерялись Сейчас будем включать навигацию в голове И искать это место В общем, это немного не то место Откуда мы начали свою прогулку Но судя по тому, что здесь есть дорога Которая Выходит, как я вижу Там впереди, по-моему, есть асфальт То, наверное, мы сейчас туда как раз выйдем Таксист дурапы сказал Что дальше просто на его машине не проедем Если иметь машину с побольше клиренсом То можно доехать до сюда Мне показалось, что я видел асфальт Асфальта никакого нет Обычная проселочная дорога Я очень надеюсь, что это именно та же дорожка Потому что, в принципе, мы ехали вдоль реки И также река у нас получается сбоку А там вот улей Здесь, кстати, очень много продается меда Горного, местного меда Который, как мы поняли, не так уж и дорого стоит Вот начинается цивилизация Первая машина едет Это уже радостно Значит, наверное, мы правильно идем Ну, проехать можно даже на обычной машине Ничего тут страшного нету А я пройду вот по этому мостику Вот и он, асфальт Значит, мы правильно идем Да, там вот наше такси стоит Хорошая прогулка получилась Покупались, покушали Сейчас еще на обратном пути купим себе домой меда Ну и вот, в принципе, и все Спасибо за просмотр Спасибо за лайки За то, что подписываетесь В добрый путь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Однако, здравствуйте! Вы на канале В добрый путь И сегодня мы в Национальном парке Мтирало Национальный парк Мтирало расположен на... Пустаново Говорить надо громче Национальный парк Мтирало расположен на большой высоте Почти 1700 с лишним метров Это уникальное по своей природе место Идите вы на... Я вляпался в какашку! Ребята, я надеюсь, это к деньгам! Ребята, я вляпался! Я буду вкусно пахнуть И вообще в целом богат Вот они, мины, кругом мины В добрый путь, красавец! Я вляпался! Я вляпался! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова